Маша, осторожно! Ластик, что ты делаешь? Я приехал выпрашивать бумажных скейтеров. Боюсь, что ты опоздал. Почему? Акция же еще идет. Потому что бумажных скейтеров я тебе уже сделала. Вот. Ух ты! А почему так мало? У меня настоящих и то больше. Что-то я не вижу ни одного. Смотри! Теперь видишь? Ух ты! А мои все равно круче. Это еще почему? Потому что они больше. Вот сейчас откроем и посмотрим. Ребята, как вы думаете, кто из нас победит? Сначала открываем твой пакетик. Конечно! У меня же их больше. Вот такой зелененький скейт. И вот такая кошка. Правда, мордочку ей напечатали не там, где нужно. Это Бен. Он мастер экстремальных трюков. С самого детства этот маленький безумец наблюдал за хозяином, когда тот катался на скейте в сквере возле дома. Однажды Бен решил попробовать сам. И у него получилось. А может и не очень получилось. Маша, не мешай. Теперь он настоящий герой скейт-парка. Раз мне попался бракованный скейтер, откроем еще один пакетик. Хорошо. О, этот намного красивее. Зато скейт у него с отломанным колесом. Это Олли. Немного застенчивый Мокс, но при этом настоящий мастер трюков на перилах и бордюрах. Он как будто создан для этого. Его маленький размер и проборство помогают ему удивлять всех. Кажется, выполняя свои трюки, он сломал скейт. А значит, еще один пакетик откроем. Нет, теперь моя очередь. Откроем вот такой бумажный пакетик. И здесь у нас Блю. Энергичный и игривый хаски с голубыми, как океан, глазами. Он обожает скоростные гонки на скейте и может покорять новые трассы в парке. Всегда готов к новым приключениям, даже в условиях Крайнего Севера. Он, конечно, классный. А вот только собака у тебя отдельно, а скейт отдельно. Как же он будет кататься? Сейчас увидишь. Готово. Ух ты, это, конечно, круто. Но мне сейчас тоже попадется что-нибудь хорошее. Давайте посмотрим. Как вы думаете, кто это будет? Эти пакетики вообще непрозрачные. Даже подсмотреть невозможно. Ух ты, Ластик, тебе тоже попался Блю. И на этот раз даже без брака. Какой из них вам нравится больше? Главное, у меня пока нет ни одной повторки. И я, наверное, соберу всю коллекцию. А ты, Маша, точно не соберешь. Потому что скейтеров в коллекции целых 14. Вот сейчас тебе и попадется повторка. Ух ты, я угадала. Маша, кажется, у нас появился еще один скейтер. Милки, для тебя у меня тоже скейп есть. Вот, держи. Знаешь, Ластик, ему нужно еще три таких. Зачем? Потому что это только для одной лапки. И вообще, Милке больше нравятся самокаты. Пишите в комментариях, а вам попадались такие скейтеры. А мы пока откроем следующий бумажный пакетик. Вот такой. Вот такой. И здесь у нас это Лукас. Веселый и озорной корни с игривым взглядом. Он обожает шутить и развлекать друзей. Сейчас он прокатится. И теперь мои пакетики. О, Ластик, у тебя еще один Бен. И этот тоже хороший. Кажется, сегодня у тебя будет целая коллекция Бенов. Открываем еще один пакетик. Это уже не Бен, но еще одна повторка. Тебе снова попался Мопс Оли. Зато в этот раз скейт не сломан. Интересно, сколько скейтеров из коллекции ты сегодня соберешь? Давай лучше посмотрим, кто тебе сейчас попадется. Открываем следующий бумажный пакетик. И это Флаффи. А с повоздушным трюком. Он словно танцует в воздухе. Его любимый трюк – хардфлип. Он делает его с такой грацией и легкостью, что кажется, будто он парит над землей. Посадим его на скейт. А теперь посмотрим, какие еще повторки попадутся Ластику. Ух ты! Ластику попался новый скейтер. Он похож на зайчика. Это не зайчик. Это кошка Хлоя. Это сочетание яркой внешности, грациозных повадок и дерзкого нрава. Она всегда готова показать вам парочку трюков. У меня уже пять из четырнадцати. Вот сейчас тебе точно попадется повторка. Ой, это еще один новый пушистый скейтер. Флаффи. Бумажный у нас тоже такой есть. Посмотрим, кто попадется тебе. Уж точно не повторка. И здесь у нас первая бумажная кошка. Это Британи. Загадочная красавица, которая обожает приключения на скейте. Она обладает невероятным чутьем для скейтбординга и является неотразимой звездой скейтпарка. Кажется, это британская кошка, как и Милки. Продолжаем искать повторки для Ластика. Ого, у Ластика еще один новый скейтер. Это Абрикос. Ластик, это же кот. Маша, Абрикос это и есть кот. Рыжий красавец с огненным взглядом. Он грациозен, как настоящий скейтер. Знает все о здоровом образе жизни и полезных вкусняшках. Ура, у меня уже половина коллекции. Рано радуешься. Может все остальные у тебя будут повторки. Я же говорила, это еще один Бен. Кроме первого, все остальные покрашены аккуратно. Давай еще один пакетик. Сейчас точно будет не повторка. Посмотрим. Ластик, ты угадал, это новый скейтер. Ух ты, это же подсолнух. Ластик, посмотри внимательно. Это кот. Я и говорю, это подсолнух. Что-то тебе одни априкосы с подсолнухами попадаются. Подсолнух настоящий мастер баланса. Он умеет делать крутые трюки. А еще знает все о скидках на рыбку. Недаром подсолнух талисман ленты и любимец покупателей. Так что теперь у меня есть талисман. И я обязательно соберу всю коллекцию. Осталось совсем немного. А пока моя очередь. И нам попалась вот такая милашка, собачка Рози. Это маленькая, но отважная девочка. Она ловкая и грациозная. Настоящая принцесса скейт-парка. А в свободное от побед время она любит ходить с хозяйкой в ленту. С таким талисманом я точно соберу всю коллекцию. Ластик, кстати, ты неправильно посчитал. И половина коллекции у тебя только сейчас. Так что давай открывать твои пакетики. Нет, подожди. Бумажные пакетики-то закончились. Значит остальные откроем в следующий раз. А пока вот тебе сюрприз. Целых два миксика. Здесь у нас вот такой человечек. И для него целых три руки. Субтитры сделал DimaTorzok